Общая мировая война, которая идет на подавление врага. Этот враг – это западная цивилизация, которая жила себя, которая мешает мировой диктатуре, и с ней надо покончить. Так давайте назвать войну войной. И это война не против Украины. Конечно, даже про Украину боятся сказать, что это война против Украины. Война на Украине каких-то привидений, но только место Украины. Это вообще чушь. Война идет против Украины как части, как желательной части западной цивилизации. Она пожелала этого, и вот получают за эту войну. Но это война против целого, а не против только вот этой глупой Украины, которая захотела в лучшем участии. Ну вот я хочу спросить, я не мог быть здесь, была ли тема, был ли разговор по поводу такого, ну, закликания в борьбу с терроризмом. Вот морочат голову кремлевцы, этим уже несколько десятков лет. Но спросил ли кто-нибудь когда-нибудь, или даже сегодня, вы спросили до моего прихода, включает ли эта борьба против терроризма, борьбу против русского, кремлевского терроризма. Если включает, тогда это серьезно, тогда можно попросить правителя Кремля, чтобы он включился в эту борьбу с терроризмом. Вот и в самого себя. Ну, это уже как вы скажете, или как народы, как мировые народы скажут, но тогда все будет ясно. Нет, он против этого терроризма не выступает, это его собственное оружие. Значит, прекрати разговорчики. Зачем мне эти разговорчики, а там идет надувательство десятилетия. Вот надо бороться против каких-то там привидений. Где-то. Когда большая часть этого, или там, может быть, даже корень этого мирового терроризма отключается. Он не входит в тему. Так давайте хотя бы, где собираются родственные люди, не говорить про борьбу с терроризмом, если это не включает борьбу с кремлевским терроризмом. И я полностью согласен также с тем, что не надо демонизировать черта. Спасибо большое. Про терроризм завтра будет отдельно.